Пожизненный срок дали Девногорскому убийце и насильнику Ивану Попенко. Сегодня в Краевом суде состоялось оглашение приговора, на котором стало известно, что остаток жизни 35-летний рецидивист проведет в колонии особого режима. Причем свое последнее преступление он совершил на том же самом месте, что и предыдущее, за которое уже успел отсидеть. Все подробности этого громкого дела в нашем следующем сюжете. Спрятав лицо за капюшоном и медицинская маска, Девногорский убийца, 16-летняя школьница Иван Попенко, находился все оглашение приговора. Когда судья зачитывал решение, встал, но голову так и не поднял. Окончательное назначение Попенко наказание в виде пожизненного решения свободы с отбыванием наказания в исключительной колонии особого режима. Сейчас у Попенко 10 дней на обжалование приговора, но собирается он это делать или смирился с тем, что остаток жизни проведет за решеткой, неизвестно. Ни на один вопрос журналистов подсудимый не ответил. На этом заседании, отлившееся меньше 10 минут, завершилось. Попенко заковали в наручники и увели. Адвокат подсудимого, чтобы избежать общения с прессой, мгновенно ретировался. Родственников убитой на оглашении приговора не было. Пожизненное запросил для злостного рецидивиста лично прокурор края Роман Тютюнник. По его словам, никакой другой вид наказания не может восприниматься как справедливый и настаивал на опасности подсудимого для общества. Совершил очередное преступление Попенко спустя всего неделю после выхода из колонии. В июле он вернулся в Дивногорск. Неделю беспробудно пила, когда закончились деньги, пошел на преступление. Все еще находясь в состоянии опьянения, он выследил жертву возле виадука. На этом же месте в 2014 году он ограбил и изнасиловал женщину. В этот раз его случайной жертвой стала школьница с розовой челкой. Я подошел, встал на нее и сказал, чтобы она не орала. Если не заорет, я ее убью. Сказал, чтобы преследовала со мной. После этого он завел ее в лес, связал и изнасиловал. С этим пивком я связал ноги ей и начал душить двумя руками. Она потеряла сознание, я думал, что она умерла. Попенко уже собирался уходить, но услышал, что жертва начала дышать. Тогда он вернулся и перерезал ей горло осколком бутылки. Забрал у нее телефон, деньги и другие вещи. Смерть девушки наступила на месте происшествия. Похищенным имуществом подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме более 7 тысяч рублей. Тело девушки было обнаружено 24 июля волонтерами в лесополосе. Известно, что после убийства он отправился в квартиру женщины, с которой познакомился неделю назад и предложил ей подстричь челку и покрасить кончики волос в розовый цвет, как у только что убитой им школьницы. Установить преступника помогла молекулярная экспертиза. Биологический образец Попенко совпал с тем, что обнаружили на месте преступления. На избрание меры пресечения в июле он сам просил его арестовать. На вопрос, желает ли он находиться на свободе, ответил нет, не факт, что еще раз не совершу. А вот в декабре, когда ему дали последнее слово, уже не горел желанием отправиться в тюрьму. Заявил, что сожалеет о содеянном, плохо спит по ночам и просил дать ему шанс на исправление. Однако прокурор во время судебных премий заявил, что этот преступник уже не исправится. Алифтина Сасова, Виктория Мартоник, Эдуард Баглай, 7 канал.